Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами работаем над текстом. Работа будет проводиться по материалу учебника. Андрей Андреевич Сидоров получил наследство от своей мамаши 4 тысячи рублей и решил открыть на эти деньги книжный магазин. А такой магазин был крайне необходим. Город коснел в невежестве и в предрассудках. Нанявший помещение под магазин, он съездил в Москву и привез оттуда много старых и новейших авторов и много учебников. В первые три недели покупатели совсем не приходили. Андрей Андреевич сидел за прилавком, читал Михайловского и старался честно мыслить. Через три недели пришел первый покупатель. Он потребовал вторую часть родного слова. А грифелей у вас нет? спросил он. Не держу. Напрасно я не держу грифелей, думал Андрей Андреевич по уходе покупателя. Здесь в провинции нельзя узко специализироваться, а надо продавать все, что относится к просвещению. Он написал в Москву и не прошло месяца, как на окне его магазина были уже выставлены всякие школьные принадлежности. К нему стали изредка заходить мальчики и девочки. И был даже один такой день, когда он выручил рубль 40 копеек. Месяцев через восемь, считая со дня открытия магазина, к нему зашла одна дама, чтобы купить перьев. А нет ли у вас гимназических ранцев? спросила она. Увы, сударыня, не держу. Ах, какая жалость. В таком случае покажите мне, какие у вас есть куклы, но только подешевле. Сударыня, и кукол нет, сказал печально Андрей Андреевич. Он, недолго думая, написал Москву и скоро в его магазине появились ранцы, куклы, барабаны, сабли, мечи и всякие игрушки. Он выписал гимнастические гири, детский бильярд, садовые инструменты для детей и десятка два очень умных рациональных игр. И торговля пошла на славу. Но торговавший много денег, он поехал в Москву и купил там разных товаров тысяч на пять. Кстати же, он купил на 500 рублей превосходной посуды и был рад, что купил, так как красивые вещи развивают изящный вкус и смягчают нравы. Вернувшись из Москвы домой, он занялся расстановкой нового товара по полкам и этажеркам. И как-то так случилось, что когда он полез, чтобы убрать верхнюю полку, произошло некоторое сотрясение. И десять томов Михайловского один за другим свалились с полки. Один том ударил его по голове, остальные же попадали вниз прямо на лампы и разбили два ламповых шара. Как однако они толсто пишут, пробормотал Андрей Андреевич, подчесываясь. Он собрал все книги, связал их крепкой веревкой и спрятал под прилавок. Дня через два после этого ему сообщили, что сосед-бокалейщик приговорен в арестантские роты за истязание племянника и что лавка поэтому сдается. Андрей Андреевич очень обрадовался и приказал оставить лавку за собой. Скоро в стене была уже пробита дверь, и обе лавки, соединенные в одну, были битком набиты товаром. Андрей Андреевич, недолго думая, завел и бокалейный товар. В настоящее время это один из самых видных торговцев у нас в городе. Он, говорят, собирается открыть семейные бани с номерами. Книги же, которые когда-то лежали у него на полках, давно уже проданы по рубль пять копеек за пут. Пут – это старая, как видите, русская мера веса, равная 16,38 килограммам. На именинах и на свадьбах прежние приятели, которых Андрей Андреевич теперь в насмешку величает американцами, иногда заводят с ним речь о прогрессе, о литературе и других высших материях. «Вы читали, Андрей Андреевич, последнюю книжку Вестника Европы?» – спрашивают его. «Нет, не читался», – отвечает он щурясь и играет толстой цепочкой. «Это нас не касается, мы более положительным делом занимаемся». Ребята, один из ранних рассказов Антона Павловича Чехова. И, как всегда, во всех рассказах Чехова здесь проскальзывает тонкая ирония. Какое чувство остается у нас после чтения этого рассказа? Конечно же, грустное. О чем этот рассказ? Рассказ называется «История одного предприятия». Заголовок отражает тему рассказа. Но я бы сказала здесь, что это не только история одного предприятия, это история деградации одного человека. То есть то, как человек, имея поначалу высокие стремления, благие намерения, стал таким же обывателем, как и горожане этого маленького городка. Человек, который в свое время читал и стремился городок превратить в просвещенный уголок земли, и, в конце концов, сам оказался таким же, как и все. И посмотрите, какая тонкая ирония проскальзывает здесь. Когда друзья спрашивают его о том, читал ли он журнал «Вестник Европы», «Книжку» заметили такое несколько насмешливое слово, и на что он отвечает «нет». Естественно, они не говорят уже с ним ни о прогрессе и ни о какой высокой материи. Он занимается, в кавычках, конечно же, положительным делом. Поработаем над заданиями к тексту. В рубрике «Подумайте и ответьте» первый вопрос или первое задание. Вспомните, какие типы речи вам известны. Ребята, на прошлом уроке мы говорили о том, что мы знаем три типа речи – это повествование, описание и рассуждение. Каждый из этих типов речи имеет свои характерные особенности. Нам нужно определить, к какому типу речи относится данный текст. Вы, конечно же, заметили, ребята, что текст этот имеет сюжет. В нем есть последовательно развивающиеся события. События происходят во временной последовательности. Вы видите начало деятельности Андрея Андреевича и продолжение его развития, его торгового предприятия. И, наконец, книжный магазин превращается в бокалейную лавку. Таким образом, мы можем точно сказать, что этот тип речи – повествование. Тип, который имеет свои композиционные и сюжетные особенности. Определите основную мысль этого текста. Какова же мысль этого текста? Ребята, что хотел сказать нам писатель? Он хочет сказать, что человек, имеющий высокие устремления, высокие цели, должен идти напролом, можно сказать, к своей цели. Не должен останавливаться на чем-то достигнутом или поддаваться влиянию того, от чего он хотел избавить, например, этот городок. То есть от невежества, от отсталости. Человек, который остановился на достигнутом и ничего не сделал для того, чтобы идти к своей цели. То есть человек всегда должен идти уверенно к своей цели. Это и есть основная мысль текста. Чехов посылает нам отсюда такой призыв. Следующее задание. Выберите правильный ответ. Для текста не является характерным. Обратите внимание, вы всегда должны замечать, что выделенное слово – это и есть то слово, на которое вы должны делать акцент. Не является. Посмотрим, ребята. Для текста характерно наличие вводных конструкций. Давайте посмотрим. Да, здесь есть несколько вводных слов. Например, хотя бы «он говорят» собирается. Слово «говорят» – это вводное слово, имеющее значение источник сообщения. Следовательно, мы не можем сказать, что это не характерно для текста. Наличие восклицательной интонации. Конечно же, вы замечали в репликах героев, продавца и покупателей восклицательную интонацию. Следовательно, это характерная для текста особенность. Наличие устаревших слов. В этом тексте немало устаревших слов. Это и обращение сударыня, и, например, гимназические ранцы и так далее. Сейчас мы поработаем с некоторыми из них. Отсутствие неологизмов. Да, в этом тексте нет неологизмов. Следовательно, это не характерная особенность этого текста – обращенность к читателю. В этом тексте нет эмоциональности и призывности, нет обращенности к читателю. Повествователь рассказывает историю, не обращаясь к читателю. Следовательно, правильный ответ – это обращенность к читателю, не характерна для текста. Следующее задание уже относится к лексической работе. Нам нужно выяснить значение слов «бокалея», «грифель». Нам нужно выяснить значение слов «бокалея», «грифель», «деготь». Слово «бокалея», я думаю, может быть вам знакомо. Это слово имеет тюркские корни. От слова «бокал» – это продавец каких-либо продуктов или же овощей. В русском языке это заимствованное слово, и оно означает продовольственные товары какие-либо. Чай, сахар, в частности, сухие и так далее. Грифель, ребята. Грифель, вы знаете, это стержень, находящийся внутри карандаша. Это палочка из грифельного сланца для описания тоже на определенных досках. Дёкоть. Это слово очень часто использовалось в былые времена. Это жидкость, имеющая специфический запах, которая получается путем перегонки к торфу, каменного угля и так далее. Следующее задание, номер 10. Вспомните фразеологизм со словом «пут» и дайте толкование этого фразеологизма. «Съесть пут соли» или «пут соли съесть». Вы, наверное, не раз слышали такое выражение. Например, чтобы достигнуть каких-то успехов, мы с товарищем съели пут соли. Или для того, чтобы узнать какого-либо человека, нужно с ним вместе съесть пут соли. Что означает это выражение? Это выражение означает, что люди долгое время, можно сказать, прожили вместе, пребывали вместе, хорошо узнали друг друга или испытали в жизни много трудностей и съели пут соли. Определите слово «изящный» является однозначным или многозначным. Докажите это в составе словосочетания. Слово «изящный», ребята. «Изящный» – мы можем сказать, что это то, что отличается изяществом, тонкой красотой, формами, пропорциями, движениями. Но вот можно сказать, что «изящный» – это изысканно красивый или грациозный. Таким образом, мы видим, что слово «изящный» в толковом словаре имеет два лексических значения. Следовательно, это многозначное слово. И, использовав это слово в словосочетаниях, мы увидим разницу между этими значениями. «Изящные» движения, «изящный» рисунок и «изящная» словесность и «изящные» искусства. Вот вторая пара словосочетаний. Обратите внимание, это уже устаревшая форма. «Изящной» словесностью, например, называли художественную литературу. Подберите однокоренные слова к глаголу «коснеть». Определите их значение, составьте словосочетание с этими словами. Сначала мы должны сказать, что же такое «коснеть», ребята. Может быть, это слово очень редко вам встречалось, но во всяком случае в художественной литературе вы можете встретить его не раз. Слово «коснеть» обозначает не стремиться к чему-либо новому, придерживаться старого порядка, старого образа. Слово «коснеть» имеет корень «косн». Следовательно, однокоренные слова к этому слову будут «косный», «закоснелый» и слово «косноязычный». Наверное, оно вам знакомо. Теперь, ребята, обратите внимание на то, что слово «косный» прилагательно образованное от глагола «коснеть», то есть «тяготеть косности». «Закоснелый», можно сказать, «закоренелый», «укоренившийся» тоже имеет такое значение. «Косноязычный» мы говорим о человеке, речь которого некрасивая и неправильная. Если мы составим словосочетание с этими словами, то мы скажем, что можно «коснеть» в невежестве. «Косный» взгляд, «закоснелый» враг и «косноязычный» человек. Ребята, я хочу обратить ваше внимание на то, что прилагательное «косный» имеет пароним «костный». Эти слова имеют одинаковое произношение, то есть это в то же время амофоны, но как паронимы они отличаются в написании одной буквы. В слове «костный», которое произошло от слова «кость», есть непроизносимый согласный. «Костный» мозг, например. Я прошу вас не путать эти слова, так как они имеют совершенно разное значение и разное написание. Итак, ребята, сегодня мы поработали над текстом и заданиями, предложенными в учебнике. Я предлагаю вам самостоятельно поработать с оставшимися заданиями. И до новой встречи! Здравствуйте, ребята! Мы сегодня с вами продолжаем повторение по курсу 8 класса. Для того, чтобы изучать 9 класс, нам нужно четко знать 8 класс. И у нас сегодня с вами урок повторения. Основные темы, которые изучались во всем классе, мы с вами на прошлом уроке говорили, это множество действительных чисел, квадратные уравнения. Эти две темы мы с вами разобрали на прошлом уроке. Сегодня же наша цель – рациональные выражения, рациональное уравнение и неравенство. Что же такое рациональная дробь? Дробь называется рациональной, или выражение называется рациональной дробью, если его можно записать в виде отношения многочленов. И каждая рациональная дробь должна быть исследованием на множество допустимых значений. Давайте посмотрим, какова будет область допустимых значений для этой дроби. Ясно, что х-3 не должен равняться нулю. Значит, область допустимых значений этой дроби х не равен 3. Следующая дробь, она записана у нас в виде суммы двух рациональных выражений. Для того, чтобы вот это выражение имело смысл, х-3-1 не должен равняться нулю, то есть х не должен равняться одному. Для того, чтобы это выражение имело смысл, нужно, чтобы х-2-1 не равнялся нулю, то есть х не равнялся плюс-минус 1. Окончательный вывод области допустимых значений этого выражения является все числа, кроме единицы и минус единицы. И опять-таки я хотела бы с вами рассмотреть вот такое задание. Ребята, дается дробно-рациональное выражение, в котором мы должны найти значение выражения, при котором известны значения а и b. Конечно, мы можем просто взять и вместо а и b подставить эти значения. Мы будем долго вычислять. Но если мы с вами помним формулы сокращенного умножения, то мы будем упрощать нашу работу. Числитель дроби можно собрать как квадрат суммы. Знаменатель же можно разложить как разность квадратов двух выражений. Проведя сокращение, мы с вами получаем более простое дробно-рациональное выражение. А вот здесь мы уже можем подставить вместо а и b те значения, которые нам давались. 4 седьмые плюс 3 седьмые – это будет 1 целая. 4 седьмые минус 3 седьмые – это будет 1 седьмая. И 1 поделить на 1 седьмую – мы получаем очень легко ответ 7. Рациональные дроби. Какие действия над рациональными дробями мы можем выполнить? Сложение или вычитание рациональных дробей. Я здесь все расписала четко, чтобы вы были очень внимательны. Давайте посмотрим. Вот две рациональные дроби. Что мы делаем? Раскладываем на множители знаменатель каждой из этих дробей. Вот из этого знаменателя я могу вынести, видите, букву B. В скобках остается 5а минус b. Из этого знаменателя я могу вынести пятерку. В скобках остается 5а минус b. И я должна привести к общему знаменателю эти две рациональные дроби. Я думаю, очевидно, что 5а минус b обязательно фигурирует в знаменателе этой дроби, а также произведение 5 и b. Следовательно, сюда дополнительным множителем пойдет 5, сюда дополнительным множителем пойдет b. В результате посмотрите, что мы с вами получаем. 25а квадрат минус b квадрат, что в свою очередь по формуле сокращенного умножения получается как произведение разности и произведения. И суммы сокращаем, получаем новое дробно-рациональное выражение. Далее разбиваем его на сумму двух дробей и после сокращения получаем вот такую более простую сумму. Следующее, что мы с вами можем сделать. Также дробно-рациональные выражения или рациональные дроби можно умножать и делить. Я рассмотрела здесь деление. При делении дробно-рациональных выражений делимое оставляют без изменения, а вот делитель заменяют на обратную дробь, при этом заменив деление на умножение, как и при обыкновенных дробях. Что я вам предлагаю делать? Вот посмотрите, 2а минус 4, отсюда можно было вынести двойку. Выражение а квадрат плюс 4 как сумма квадратов не раскладывается на множители. Значит, я его беру в скобку как цельное выражение, которое можно будет сокращать только целиком. Далее, а квадрат минус 4, а плюс 4. Вот это выражение можно будет собрать как квадрат разности. Вот это выражение пошло в знаменатель. А в четвертой минус 16 можно разложить на множители, как а в квадрате плюс 4, а в квадрате минус 4. Получив вот такое произведение, я могу себе позволить уже сокращение. Посмотрите. Вот сокращение произошло, и вот произошло сокращение. Что в результате получилось? В числителе у нас получилось выражение а квадрат минус 4. Что такое 4? 4 – это 2 в квадрате. То есть я опять-таки вижу разность квадратов, которую раскладываю как произведение разности и суммы. Опять у меня появились удобные сокращения, после чего у меня получается вот такое выражение. Единственное что, ребята, не путайте, пожалуйста, эти два выражения не являются эквивалентными. Почему? Потому что здесь было дробно-рациональное выражение, и оно имело область своих допустимых значений. Здесь а не может равняться 2, а не может равняться минус 2, а здесь а может равняться любому значению. То есть эти два выражения могут быть эквивалентными только при области допустимых значений. Продолжаем. Дальше я хочу с вами вспомнить понятие дробно-рациональных уравнений. Как же мы решали дробно-рациональное уравнение? Получив такое уравнение, мы с вами должны начать с определения области допустимых значений. Область допустимых значений этого выражения х не равен 3. О чем это говорит? При решении этого уравнения мы в ответе не имеем права получать 3. Теперь обращаем внимание на знаменатели. х-3 и 3-х это противоположные выражения. Следовательно, если я это выражение умножу на минус 1, посмотрите, что у меня получится. То есть я получаю 2 равные дроби с одинаковыми знаменателями. Следовательно, делаю вывод на равны и числителям. Перекидываем все в одну сторону. Получаем приведенное квадратное уравнение. Я бы хотела, ребята, решить его при помощи теоремы Вьета. Что у нас гласит теорема Вьета? Сумма корней равняется противоположному числу второму коэффициенту, то есть минус 1, а произведение минус 12. Ну и отсюда, я думаю, нетрудно догадаться, что один из корней это минус 4, второй же корень это 3. После получения корней обязательно надо состыковаться с областью допустимых значений. Минус 4 по области допустимых значений нам подходит, значит, это будет ответ. А вот 3 у нас является посторонним корнем, потому что не входит в область допустимых значений. Следующее дробно-рациональное уравнение, о котором я хочу поговорить, тоже предполагает, что мы сначала должны написать ОДЗ. Но здесь это уравнение более сложно записано, поэтому я предлагаю вам сделать следующее. Сначала разложим на множители каждый из знаменателей. Если мы это сделаем, тогда уже очевидно, что область допустимых значений этого уравнения будет следующая. x не равен 0, x не равен 2 и x не равен минус 2. Вот записав это, ребята, нам будет легко написать общий знаменатель. Общим знаменателем, вот я его здесь запишу, общим знаменателем для этих трех дробей будет выражение x, 2 минус x, 2 плюс x. Получив это, нам очень легко говорить о дополнительных множителях. Чего здесь не хватает? 2 плюс x. Чего здесь не хватает? 2 минус x. Здесь у нас не хватает только лишь x. То есть, если мы сейчас эти дроби запишем в виде общего знаменателя, эти знаменатели можно будет уже выкинуть, и мы с вами получим целое уравнение. Вот я это целое уравнение и стараюсь написать. 2 плюс x умноженное на 1 плюс 2 минус x умноженное на x минус 4 равняется 3x. Так, 2 плюс x плюс 2x минус 8 минус x квадрат плюс 4x минус 3x равно 0. Минус x квадрат, приводим подобные слагаемые, что мы здесь получаем? Плюс 4x и 2 минус 8, это минус 6. Приведя это уравнение к приведенному, x квадрат минус 4x плюс 6, я записываю формулу дискриминанта. Получается отрицательный дискриминант. То есть сколько бы мы ни решали, данное уравнение не имеет действительных корней. x принадлежит пустое множество. Также, ребята, очень хочется с вами решить задачу. Задача, которая решается при помощи дробно-рациональных уравнений. Вот внимание на доску. Расстояние 700 км. Экспресс поезд проходит на 4 часа быстрее товарного поезда, так как его скорость больше скорости товарного поезда на 20 км в час. Ну и здесь указание. Нам нужно определить скорость каждого, если мы знаем, что они движутся с постоянной скоростью и не останавливаются. При решении такой задачи очень важно составить таблицу. Любое задание на движение характеризуется тремя параметрами. Расстояние, скорость, время. Товарный поезд должен проехать все 700 км. Экспресс поезд также должен проехать 700 км. Скорость товарного поезда меньше скорости экспресса. Поэтому скорость товарного я возьму как х км в час, скорость экспресса х плюс 20 км в час. Зная расстояние и скорость, использовав основную формулу t равняется s на v, я могу записать, что время вычисляется вот таким образом. Ну а теперь давайте разбираться. Чья скорость была больше? Экспресс поезда. Следовательно, он был в пути на 4 часа меньше. Следовательно, вот эта дробь меньше этой дроби на 4. Следовательно, из большей дроби я отнимаю меньшую дробь и получаю 4. Я, ребята, не буду сейчас тратить наше время. Это обыкновенное дробно-рациональное уравнение. Наподобие того, что мы с вами решали, решите, пожалуйста, это уравнение и получите ответы для скоростей. И последнее, что мы с вами сегодня должны повторить, это линейные неравенства. Вот пример линейного неравенства. Раскрываем скобки слева и справа. Переносим все переменные в одну сторону, числа в другую. Слева получаем 13х, справа же получаем 33. Далее обе части неравенства делим на положительное число 13. Это важно. Когда я делю на положительное число, знак неравенства не меняет свое направление. Получаем х меньше, чем 2,713. И давайте вспомним, как мы записывали в этом случае ответ. Х принадлежит от минус бесконечности до 2,713. Вот ответ нашего неравенства. И последнее неравенство – это неравенство с модулем. Обратите внимание, модуль больше числа. Хочу вам напомнить, что модуль – это расстояние на числовой оси от нуля. То есть нас интересуют числа, модулей которых больше 13. Модуль больше 13 может быть двух видов. Либо это выражение само больше 13, или это выражение меньше минус 13. Вот наша с вами задача – решить эти два маленьких линейных неравенства. 3х больше 18, следовательно, х больше либо равно. В этом же случае мы получим 3х меньше либо равен минус 8, х меньше либо равен минус 2,2. И обратили внимание, тут очень важно, что здесь был союз или. Союз или означает объединение двух ответов. То есть я получаю, х принадлежит, начиная с левого, от минус бесконечности до минус 2,2, включительно в объединении с множеством от 6 до плюс бесконечности. Вот и все, дорогие девятиклассники. Мы с вами за два урока разобрали весь курс, основной курс алгебры за восьмой класс. И я думаю, если вы дома порешаете задание такого типа, то вы будете абсолютно готовы к решению задач уже 9 класса. Желаю вам успехов! Добрый день, дорогие ребята! Мы начинаем очень интересный и очень важный раздел, который посвящен рельефу Земли. Начинаем мы с вами изучать рельеф Земли, можно сказать, самого сложного материка, с Евразией. Смотрите, пожалуйста. Вы знаете прекрасно, Евразия – самый большой материк. Его площадь 54,4 млн квадратных километров. Евразия омывается всеми четырьмя океанами – северным ледовитым, тихим, индийским и атлантическим. Если вы посмотрите на физическую карту Евразии, вы видите, что в северной части у нас расположены огромные равнины. Восточноевропейская равнина, западносибирская низменность, среднесибирская плоскогорья. Достаточно крупная равнина у нас находится на востоке Евразии. Это Великая Китайская равнина. В центре у нас Туранская низменность, казахский мелкосопочник. Равнины Северной Европы, которые мы иногда называем Северо-Французская, Северо-Германская, Северо-Польская. По югу Евразии у нас протягивается огромный горный, альпийско-гималайский горный пояс. Почему это происходит? Когда мы говорим о рельефе, ребята, первым долгом нам надо с вами очень хорошо изучить карту строения земной коры. Карта строения земной коры, она нам о многом говорит. Она очень интересна. Первым долгом, ребята, я всегда говорю, надо обратить внимание на условные знаки или легенду. Посмотрите, пожалуйста, вот таким розовым цветом у нас показаны древние платформы. Дальше сиреневым цветом эпохи древней склачатости. Дальше у нас идут области древней склачатости. Зеленым цветом – области средней склачатости и области новой склачатости. Вот желтым цветом, ребята, желтым цветом у нас показано то, что мы называем геосинклинальными областями. Что значит геосинклинальная область, ребята? Геосинклинальная область – это область сейсмически активного участка земной поверхности. Вы знаете прекрасно, что вся наша земная поверхность у нас состоит из литосферных плит. Литосферные плиты – это огромные участки земной коры, которые могут нести на себе как материковую земную кору, так и океаническую. Границы литосферных плит очень хорошо показаны вот этими черными линиями. Что касается Евразии, то она у нас состоит из следующих литосферных плит – евразийская, аравийская и индостанская. Аравийская и индостанские платформы – они являются частью индоавстралийской плиты. Вот там, где у нас, да, и с этой стороны очень близко к нам подходит африканская плита. По линии столкновения этих плит африканской, индоавстралийской и евразийской у нас закладывается альпийско-гималайский горный пояс. И, естественно, все высокие горные системы мы наблюдаем именно здесь. В основании Евразии у нас лежит несколько древних платформ. Это восточноевропейская, западносибирская, китайско-корейская, индостанская и аравийская. Есть две молодые платформы. Это западносибирская и туранская платформы. А теперь давайте посмотрим, как строение Евразии у нас проявляется в рельефе. Значит, мы уже сказали с вами, что на севере материка у нас на платформах расположены равнины. А вот в геосинклинальных поясах, то есть там, где у нас бывают землетрясения, вулканы, у нас расположены очень высокие горные системы. Самой высокой горной системой в мире у нас являются горы Гималайи. Со своей самой высокой вершиной, горой Джамалунгмой, или как ее в Европе называют, Эверест, высота этой горы составляет 8848 метров. Но я хотела бы, чтобы мы с вами пошли от Европы до Индонезийского архипелага, и я бы вам перечислила все те горные системы, которые находятся у нас в Евразии. Горы Пиренеи, Альпы, Апенины, Карпаты, Крымские горы, Кавказские горы, которые своей юго-восточной частью заходят к нам в Азербайджан, Хребет Копедак, Гиндыкуш, горная страна Памир, Гималайи, и в дальнейшем эти горы уходят на полуостров Индокитай и Индонезийский архипелаг. С севера у нас здесь, от Памира на северо-восток у нас протягиваются древние Тяньшанские горы. То, что я перечислила, Альпийско-Гималайский горный поезд, это все молодые горы. У них остроконечные вершины, у них большие высоты. Что касается древних гор, которые образовались у нас в начале Палеозоя. Эти горы тоже присутствуют в Евразии. Это Скандинавские горы, Уральские горы, горы Тяньшаня, Алтая и Саян. Есть у нас горы средней складчатости, те, которые образовались в Мезозойскую эру. Это у нас Верхоаянский хребет, хребет Черского, хребет Сихатэ-Алинь, Большой и Малый Хинган. Рельеф Евразии необыкновенно разнообразен. Я хотела бы назвать еще несколько довольно обширных равнин, которые находятся в южной части материка. Это Месопотамская низменность, Индогангская низменность, низменность реки Меконг. Ну и, конечно, ни в коем случае нельзя забывать нашу Кура-Арасскую низменность. Ребята, вот все те формы рельефа, которые я перечислила, они сформированы эндогенами, то есть внутренними процессами. Процессами, которые происходят в результате движения литосферных плит. Но рельеф у нас не что-то застывшее. На рельеф, как только сформировались формы рельефа, образованные внутренними силами Земли, у нас начинают действовать внешние силы Земли, внешние или экзогенные процессы. Они бывают самые разные. Если мы возьмем север материка, то там огромное влияние оказало четвертичное оледенение. И мы здесь видим очень большое количество моренных холмов, гряд. В горах это будут троговые долины. Весь скандинавский полуостров изрезан фьордовыми берегами. Это такие глубокие извилистые заливы с очень высокими обрывистыми берегами. Что касается пустынных областей, такие как Туранская низменность, Аравийский полуостров, здесь присутствуют и оловые формы рельефа, то есть дюны и барханы. У нас очень много в горах, высоких горах, горных ледников, где тоже мы наблюдаем троговые долины, моренные гряды, кары и цирки. Очень интересно, ребята, что мы в рельефе можем наблюдать не только экзогенные формы рельефа, образованные внешними силами Земли, но и созданные самим человеком. Это польдеры, это участок суши, отвоеванного моря. Дело в том, что территория Нидерландов с глубокой древности, она была очень низкая, заливалась водами Средиземного моря. И чтобы ее сохранить, жители Нидерландов стали строить отводные каналы, ставить дамбы и постепенно отвоевывать у моря отдельные участки суши. Вот, как видите, это обычно сейчас у нас зеленые рулга, на которых строят, допустим, ветровые мельницы или занимаются сельским хозяйством. Сейчас в плотно заселенных странах, таких как Япония, Катар, Бахрейн. Это очень развито. Ребята, сегодня мы с вами познакомились с рельефом Евразии. Я вас прошу, у вас в учебнике этому посвящено два параграфа, третий и четвертый. Почитайте внимательно, рассмотрите все картинки, а главное, очень внимательно изучите как физическую карту Евразии, так и карту строения земной коры. Добрый день, дорогие ребята. Мы начинаем очень интересный и очень важный раздел, который посвящен рельефу земли. Начинаем мы с вами изучать рельеф земли, можно сказать, самого сложного материка, с Евразией. Смотрите, пожалуйста, вы знаете прекрасно, Евразия – самый большой материк, его площадь 54,4 млн квадратных километров. Евразия омывается всеми четырьмя океанами – северным ледовитым, тихим, индийским и атлантическим. Если вы посмотрите на физическую карту Евразии, вы видите, что в северной части у нас расположены огромные равнины, восточноевропейская равнина, западносибирская, низменность, среднесибирская плоскогорья. Достаточно крупная равнина у нас находится на востоке Евразии. Это Великая Китайская равнина. В центре у нас Туранская низменность, казахский мелкосопочник. Равнины Северной Европы, которые мы иногда называем Северо-французская, Северо-германская, Северо-польская. По югу Евразии у нас протягивается огромный горный, альпийско-гималайский горный пояс. Почему это происходит? Когда мы говорим о рельефе, ребята, первым долгом нам надо с вами очень хорошо изучить карту строения земной коры. Карта строения земной коры, она нам о многом говорит, она очень интересна. Первым долгом, ребята, я всегда говорю, надо обратить внимание на условные знаки или легенду. Посмотрите, пожалуйста, вот таким розовым цветом у нас показаны древние платформы. Дальше сиреневым цветом эпохи древней складчатости. Дальше у нас идут области древней складчатости, зеленым цветом области средней складчатости и области новой складчатости. Вот желтым цветом, ребята, желтым цветом у нас показано то, что мы называем геосинклинальными областями. Что значит геосинклинальная область, ребята? Геосинклинальная область это область сейсмически активного участка земной поверхности. Вы знаете прекрасно, что вся наша земная поверхность у нас состоит из литосферных плит. Литосферные плиты это огромные участки земной коры, которые могут нести на себе как материковую земную кору, так и океаническую. Границы литосферных плит очень хорошо показаны вот этими черными линиями. Что касается Евразии, то она у нас состоит из следующих литосферных плит. Евразийская, Аравийская и Индостанская. Аравийская и Индостанские платформы являются частью индоавстралийской плиты. Вот там, где у нас и с этой стороны очень близко к нам подходит африканская плита. По линии столкновения этих плит африканской, индоавстралийской и евразийской у нас закладывается альпийско-гималайский горный пояс. И, естественно, все высокие горные системы мы наблюдаем именно здесь. В основании Евразии у нас лежит несколько древних платформ. Это восточноевропейская, западносибирская, китайско-корейская, индостанская и аравийская. Есть две молодые платформы. Это западносибирская и туранская платформы. А теперь давайте посмотрим, как строение Евразии у нас проявляется в рельефе. Значит, мы уже сказали с вами, что на севере материка у нас на платформах расположены равнины. А вот в геосинклинальных поясах, то есть там, где у нас бывают землетрясения, вулканы, у нас расположены очень высокие горные системы. Самой высокой горной системой в мире у нас являются горы Гималайи. Со своей самой высокой вершиной горой Джамалунгмой или, как ее в Европе называют, Эверест, высота этой горы составляет 8848 метров. Но я хотела бы, чтобы мы с вами пошли от Европы до индонезийского архипелага и я бы вам перечислила все те горные системы, которые находятся у нас в Евразии. Горы Пиренеи, Альпы, Апенины, Карпаты, Крымские горы, Кавказские горы, которые своей юго-восточной частью заходят к нам в Азербайджан, Хребет Копедак, Гинды Куш, горная страна Памир, Гималайи, и в дальнейшем эти горы уходят на полуостров Индокитай и Индонезийский архипелаг. С севера у нас здесь от Памира на северо-восток у нас протягиваются древние Тяньшанские горы. То, что я перечислила, Альпийско-Гималайский горный поезд, это все молодые горы. У них остроконечные вершины, у них большие высоты. Что касается древних гор, которые образовались у нас в начале Палеозоя, эти горы тоже присутствуют в Евразии. Это Скандинавские горы, Уральские горы, горы Тяньшаня, Алтая и Саян. Есть у нас горы средней складчатости, те, которые образовались в Мезозойскую эру. Это у нас Верхоаянский хребет, хребет Черского, хребет Сихатэ-Алинь, Большой и Малый Хинган. Рельеф Евразии необыкновенно разнообразен. Я хотела бы назвать еще несколько довольно обширных равнин, которые находятся в южной части материка. Это Месопотамская низменность, Индогангская низменность, низменность реки Меконг. Ну и, конечно, ни в коем случае нельзя забывать нашу Кура-Арасскую низменность. Ребята, вот все те формы рельефа, которые я перечислила, они сформированы эндогенами, то есть внутренними процессами. процессами, которые происходят в результате движения литосферных плит. Но рельеф у нас не что-то застывшее. На рельеф, как только сформировались формы рельефа, образованные внутренними силами Земли, у нас начинают действовать внешние силы Земли, внешние или экзогенные процессы. Они бывают самые разные. Если мы возьмем север материка, то там огромное влияние оказало четвертичное оледенение. И мы здесь видим очень большое количество моренных холмов, гряд, в горах это будут троговые долины. Весь скандинавский полуостров изрезан фьордовыми берегами. Это такие глубокие извилистые заливы с очень высокими обрывистыми берегами. Что касается пустынных областей, такие как Туранская низменность, Аравийский полуостров, здесь присутствуют и оловые формы рельефа, то есть дюны и барханы. У нас очень много в горах, в высоких горах, горных ледников, где тоже мы наблюдаем троговые долины, моренные гряды, кары и цирки. Очень интересно, ребята, что мы в рельефе можем наблюдать не только экзогенные формы рельефа, образованные внешними силами Земли, но и созданные самим человеком. Это полдеры, это участок суши, отвоеванного моря. Дело в том, что территория Нидерландов с глубокой древности, она была очень низкая, заливалась водами Средиземного моря, и чтобы ее сохранить, жители Нидерландов стали строить отводные каналы, ставить дамбы и постепенно отвоевывать у моря отдельные участки суши. Вот, как видите, это обычно сейчас у нас зеленые рулга, на которых строят, допустим, ветровые мельницы или занимаются сельским хозяйством. Сейчас в плотно заселенных странах, таких как Япония, Катар, Бахрин, это очень развито. Ребята, сегодня мы с вами познакомились с рельефом Евразии. Я вас прошу, у вас в учебнике этому посвящено два параграфа, третий и четвертый. Почитайте внимательно, рассмотрите все картинки, а главное, очень внимательно изучите как физическую карту Евразии, так и карту строения земной коры. Здравствуйте, ребята. Наша сегодняшняя тема Всемирная компьютерная сеть интернет и интернет коммуникации. Для передачи информации мы знаем, что нужно использовать носитель информации. Но что делать, если нет возможности использовать носитель? Как передать информацию с одного компьютера на другой? Для этого мы используем компьютерные сети. Компьютерные сети нам дают возможность быстрого доступа к информационным ресурсам других компьютеров и различных устройств. Есть несколько видов компьютерных сетей, такие как региональная, локальная, корпоративная и глобальная. Так что же мы узнаем сегодня на уроке? Сегодня мы узнаем, как осуществляется связь в сети интернет, как определять скорость соединения, как информация попадает к нужному адресату, что такое интернет of things, какие способы коммуникации появились благодаря интернет. Давайте вспомним, что такое интернет. Прошу вас написать вот это определение в тетрадке. Интернет это глобальная компьютерная сеть, в которой локальные, региональные и корпоративные сети соединены между собой многочисленными каналами передачи информации с высокой пропускной скоростью. Но как в сети интернет данные передаются от источника к приемнику при помощи какого из двух сигналов? Передача данных в сети интернет преобразовывается при помощи цифрового сигнала. Специальные преобразователи преобразовывают, то есть оцифровывают эти данные в нули и единички. И это значит, что все данные передаются в виде двоичного кода. Так как же компьютеры находят друг друга в процессе передачи информации? для этого у них есть IP-адрес. В интернете существует единая система адресации, которая основана на использовании IP-адресов. То есть у каждого устройства, которое имеет доступ к интернету, есть свой уникальный IP-адрес. Итак, IP-адрес это цифровой идентификатор, с помощью которого устройства могут находить друг друга в компьютерных сетях и обмениваться данными. Как выглядит IP-адрес устройства? IP-адрес это уникальный двоичный 32-битовый адрес конкретного устройства. Для удобства эти 32 бита делят на 4 части по 8 битов и каждую из этих частей представляют в десятичной форме от 0 до 255 и они разделяются друг от друга точками. И есть два вида IP-адресов. Внутренний IP-адрес и внешний IP-адрес. Внутренний IP-адрес нам нужен для взаимодействия техники внутри локальной сети, а внешний служит для взаимодействия техники в рамках сети интернет. И IP-адрес длиной 32 бита позволяет подключить к интернету более 4 миллиарда устройств. Но мы знаем такую технологию как умный дом. И с помощью этой технологии к интернету могут подключаться не только компьютеры, а другие бытовые приборы аудио-видеотехника и так далее. В этом случае 4 миллиардов IP-адресов может оказаться недостаточно и придется перейти на более длинный IP-адрес. И могут ли устройства умного дома объединяться в компьютерную сеть и взаимодействовать друг с другом? Чтобы бытовая техника подключалась к интернету и взаимодействовалась друг с другом, у нас есть интернет вещей, то есть интернет of things. Интернет вещей это технологическая концепция подключения всех вещей в мире к интернету для удаленного управления ими через программное обеспечение в режиме реального времени. и интернет вещей такая услуга упрощает людям жизнь. Вернемся к определению интернета. Мы сказали, что интернет это глобальная компьютерная сеть, в которой локальные, региональные и корпоративные сети соединены между собой многочисленными каналами передачи информации с высокой пропускной способностью. Так что же такое пропускная способность? Пропускная способность это максимальная скорость передачи информации по данному пути. И она вычисляется по формуле v равняется i деленное на t. Здесь v скорость передачи информации, i объем передаваемой информации, t время передачи информации. В чем же измеряется пропускная способность? Пропускная способность измеряется в битах в секунду или же в кратных единицах килобитах в секунду, мегабитах в секунду и так далее. Давайте попробуем решить такую задачу. По каналу связи передается картинка объемом 64 килобайтов, время передачи 512 секунд. Должны найти пропускную способность этого канала. Сначала мы должны 64 килобайта перевести в биты. 64 килобайта в битах будет 64 умноженное на 8, а это равняется 512 килобитов. Дальше мы, чтобы определить пропускную способность, должны 512 килобитов разделить на 512 секунд и получаем, что этот канал за одну секунду пропускает 1 килобит информации. Давайте попробуем оформить эту задачку на языке Python. Для начала составим блок-схему. блок-схема выглядит таким образом. Вводим сазь, объем информации, вводим время передачи этой информации, дальше объем, чтобы переводить в биты умножаем на 8 и для нахождения пропускной способности делим этот объем на время, то есть сазь делим на тайм и выводим на экран пропускную способность. Как же выглядит программный код? Пожалуйста, программный код выглядит таким образом, так как мы хотим ввести и объем информации, и время передачи этой информации с клавиатуры, мы используем комбинацию функций инд input и вводим объем картинки в килобайтах. Дальше вводим время передачи в секундах и умножая на 8 находим информацию в килобитах, делим, находим пропускную способность и выводим на экран пропускная способность канала равна. с помощью СТР мы пропускную способность, которую нашли в целочисленном типе, преобразовываем в строковую форму и плюс килобит в секунду. И на экране у нас после выполнения этой программы выводится вот такая информация. Давайте посмотрим, без чего человек не может существовать. Любой человек не может существовать без общения. Человек и общество находятся в тесной взаимосвязи и не могут существовать друг без друга. Если люди не могли бы разговаривать, они бы общались с помощью жестов, мимики и так далее. Значит, коммуникация включает в себя и речевые и неречевые формы взаимодействия. Как интернет повлиял на коммуникацию? Интернет разнообразил общение и взаимодействие людей друг с другом и появились новые виды коммуникации. Давайте посмотрим, какие виды коммуникации появились благодаря интернету. У нас появились такие виды коммуникации, как электронная почта, блог, видеоконференция, чат, форум и социальная сеть. Сейчас давайте склассифицируем все эти примеры и посмотрим, на какие два вида делятся эти коммуникации. первый вид коммуникации в интернете это по функциям. По функциям коммуникация может быть общение, образование, деловые контакты, досуг, получение информации. Еще коммуникация может быть по форме передачи данных склассифицироваться. Форма передачи данных может быть голосовая передача видео, текст и файловая передача информации. Какая из коммуникаций в сети интернет появилась самой первой? Самая первая коммуникация это электронная почта. И электронная почта самый популярный сервис для общения в сети интернет. Давайте попробуем решить вот эту задачу. Эко-активистка Алсу помимо блока решила завести еще аккаунт в Инстаграм. И она вводит самостоятельно с клавиатуры количество лайков и комментариев под последним постом. Программа должна вывести на экран информацию попадет ли пост в рекомендации в зависимости от введенных данных. И какие у нас есть условия. Если лайков будет меньше 50 или комментариев меньше 50, тогда на экран должно выводиться информация «Пост неактуален, плохо выбрана тема или написан текст». Если лайков будет больше или равно 100 и комментариев больше или равно 50, тогда на экран выйдет информация пост 100% попадет в рекомендации «Жди новых подписчиков». А иначе при невыполнении двух этих условий на экран выводится информация «Пост попадет в рекомендации с вероятностью 50%». Давайте посмотрим, как выглядит блок-схема этой задачки. Вводим количество лайков, вводим количество комментариев и если лайк меньше 50, комментариев меньше 5, то при удовлетворении этого условия на экран выводится «Пост неактуален». Если условие не удовлетворяется, мы проверяем следующее условие. Количество лайков больше или равно 100 и комментарий больше или равно 100 наш пост 100% попадает в рекомендации, иначе пост попадает в рекомендации с вероятностью на 50%. Посмотрим, как выглядит программный код. Программный код данной задачки выглядит следующим образом. И лайки, и комментарии мы вводим с клавиатуры, на это указывает функция input, так как это числа, мы переводим их в числовой тип с помощью функции int, и с помощью оператора if проверяем лайки меньше 50 или комментарии меньше 5. Принт выводится на экран. Следующее, иначе, если лайки больше 100 или равно и комментариев больше 50 выводится стопроцентное попадание в рекомендации, иначе выводим на экран следующую информацию. И при разных условиях на экран может выйти одна из этих трех информаций. Далее, ребята, у вас работа на платформе. На платформе у вас есть и электронная книга, вы можете пользоваться этой книгой, там есть более развернутая информация об этом уроке, и выполняйте, пожалуйста, все теоретические и практические задания. Спасибо, до свидания.